Рад приветствовать! Меня зовут Александр, и на этот раз перед вами ролик, в котором мы с вами рассмотрим еще один кусочек киповского опыта, использовав для этого пример общения киповца и комплекта ДМКПД. Старики, конечно, сейчас устроят мне распеканство, но начинающие смогут почерпнуть отсюда кое-что полезное. Для начала пара слов о том, как устроена наша метеорологическая кухня. За каждым средством измерения у нас закреплено его родное место. На которое данное средство должно возвращаться после прихода из ремонта или с поверки. На тот период времени, пока родное средство измерения отсутствует, на его место полагается устанавливать резервное, которое потом снова уступает место родному, когда то возвращается. Естественно, что этот годами повторяющийся процесс замены туда-сюда оброс некоторыми тонкостями, которыми тоже не помешает поделиться, как еще одним из путей рационального использования усилий киповца. Конечно, тут кто-то может возразить. Какой же здесь рационализм, если вместо того, чтобы оставлять резервный прибор на месте замененного, и тот второй потом использовать как резерв, вы делаете двойную работу. Один раз заменили, потом второй раз заменили. Во-первых, такой порядок нравится лично мне, поэтому я с ним не сражаюсь, а поддерживаю. Ну и во-вторых, дневной он установлен. И, например, для поверочных приборов, особенно работающих в узлах учета, такое закрепление является требованием контролирующих органов. Итак, как же я меняю комплекты с датчиками типа ДМ? Первое действие. Беру прибор, пока что без датчика, прихожу с ним на пульт, укладываю прибор перед щитом с тем прибором, который я собираюсь менять. Технологи, видя это, понимают, что сейчас для них будут созданы какие-то проблемы, и внутренне настраиваются. Второе действие. Сообщаю технологам, что я собираюсь делать. Например, я сейчас буду менять прибор защиты барабана от перепитки до первого предела. Технологи делают отметку в своем журнале и при необходимости совершают какие-то манипуляции с ключами. Дальше. Подхожу к прибору, открываю дверцу, выдвигаю внутрянку, и легким покачиванием за шестерни механизма перемещения стрелки убеждаюсь в том, что прибор вообще работает. Потому как одно дело менять заведомо неисправный прибор, и совершенно другое, обнаружив, что, оказывается, он у нас не работал вообще. Или, что еще хуже, был выключен. Причем второе, это вообще местный криминал, но о криминале как-нибудь отдельно поговорим. Например, в мемуарах, за которые меня тоже отравят. Далее. Задвигаю внутрянку, но не до конца, так, чтобы не закрывалась дверца. В знак того, что сейчас с этим прибором что-то происходит, и что не нужно по нему пока что ориентироваться. После захожу за щиты и вытаскиваю из прибора разъем. Тот самый, через который прибор отдает сигналы наружу. Теперь, после этой операции, он уже ни на что повлиять не может, и можно им спокойно заниматься. Почему я не делаю этого первым действием? Мол, а вдруг прибор ты будешь выдвигать, стрелка как дернется, что-нибудь как сработает? Не-не-не, коллеги. Прибор, раздолбанный настолько, что малейшее прикосновение к нему вызывает броски стрелки по шкале, на щите стоять вообще не должен, даже если у вас конфетная фабрика. Это себе дороже. А вдруг он в ночь с субботом и воскресеньем дерганется, и вас вызовут? Так что подобное нужно обнаруживать и устранять своевременно. Но вообще, опять-таки. И здесь кроется важность умения взаимодействовать с другими службами. После того, как технологи получают от вас уведомления о ваших намерениях, они должны произвести соответствующие манипуляции. Например, переключить на ручной режим какую-то автоматику. И тем самым уже исключить внештатные ситуации, которые могут быть вызваны вашим роковым прикосновением к столь нежному прибору. Ладно. Разъем вытащил. Дальше иду отключать автомат, подающий напряжение на подлежащее замене средства измерения. Выключаю. Возвращаюсь к лесовой стороне прибора и уже основательно покрутив шестерни механизма перемещения стрелки, убеждаюсь в том, что прибор выключился и что напряжения теоретически нет. Захожу за щиты. Конечно, если вы пришли на объект незнакомый, то все же не помешает проверить отсутствие напряжения на клеммах питания прибора. Потому как кто его знает, не разрывает ли здесь автомат ноль вместо фазы. И кроме того, бывают настолько сильные наводки от соседних кабелей, что, несмотря на отключенный автомат, таковедущие жилы все равно кусаются и даже дают искру. В случае обнаружения наводок можно, конечно, поныть, устроить скандал, потребовать наряд на проведение работ под напряжением. Но Киповец ведь не этим словит, верно? Отсоединяю от прибора все провода, снимаю лапки крепления, вытаскиваю его, вставляю новые, закрепляю лапками, возвращаю на место провода питания и заземления. Делаю это для того, чтобы весь пучок проводов не болтался где-то там внизу и не закоротил что-нибудь на клеммнике. Возвращаюсь к лицу прибора, настраиваю, если надо, точки срабатывания микровыключателей. И дальше, опять-таки, прибор ни в коем случае не задвигаю. Для того, еще раз, чтобы технологи ясно видели, что пока что с этим прибором что-то происходит, и по нему нельзя ориентироваться. Некоторые люди чувствительны настолько, что от положения стрелки на шкале может зависеть кровяное давление в их организме. Забоется человек, бросит взгляд случайно, и у него рефлекс какой-нибудь сработает. Поэтому, пока занимаюсь, прибор выдвинут. Дальше беру гаечные ключи на 17, на 24, на 27, ленту ФУМ, новый датчик, и иду на место установки старого датчика. Прихожу, закрываю вторичные вентиля, открываю нулевой клапан. Иногда сбрасываю давление через продувочный клапан на датчике, что, кстати, позволяет убедиться, что вторичные вентиля держат. Держат. Потому как, если продувочный клапан вы открыли, а вода с него продолжает течь и течь, и уже становится все горячее и горячее, то понятно, что откручивать накидные гайки нет смысла. Нужно идти перекрывать первичные вентиля, чем должны заниматься только технологи. У нас такое разделение труда отражено в местных инструкциях. Но пусть сегодня у нас все вентиля хорошо держат. Откручиваю разъем с датчика, откручиваю накидные гайки. Снимаю датчик. Продуваю. Плохо, если давления нет и продувать нечем. Не очень хорошо, если в ходе этого увлекательного процесса один из вентилей забивается, поднесенный грязью. Но что сделать? Это наша работа. И по мне, так уж лучше заниматься прочисткой вентилей и трубок от грязи, чем разгонять недовольных дворцами. После того, как все продулось, устанавливаю на статив новый ДМ. Вставляю в него разъем. Забираю с собой старый датчик, ухожу с ним на пульт. На пульте. С помощью мультиметра убеждаю, что все обмотки у нас целые, и что они звонятся на своих местах. То есть первичная звонится здесь, вторичная звонится здесь. Подаю на прибор напряжение. Включаю его. Если стрелка после этого занимает положение ровно на начале шкалы, то я считаю, что фазировка угадана верно, и при повышении перепада стрелка будет уклоняться вправо. Но если же она встает куда-то не туда, то я снова захожу за щиты и перебрасываю там местами провода первичной обмотки. Снова смотрю на стрелку. Если и после этого она не занимает положение на начале шкалы, то значит в приборе что-то накрутили, или служба ППР халатно отнеслась к ребровке резерва, и просто поставил на него клеймо. Условимся, что датчик у нас внутри сухой, и что никакие капли ни на что повлиять не могут. Допустим, да, ноль придется подстраивать. Но прежде чем крутить нулевой потенциометр, нам нужно определить правильное положение концов первичной обмотки. Все-таки оставить их переброшенными, или же вернуть обратно. Самый простой способ сделать это, это, конечно же, создать в датчике небольшой перепад, и посмотреть, куда при этом пойдет стрелка. То есть, по-простецки, дунуть в плюс. Не нужно при этом целоваться с датчиком. Это вполне можно сделать через кулак. Единственное, что кто-то должен смотреть на прибор, пока вы датчик дуете. Либо можно заснять видео на телефон. То есть, поставить его, включить видеозапись, сходить дунуть, и потом посмотреть. Ну, а если вы на смене один-одинешенек, и киносъемки категорически запрещены, то можно запомнить текущее положение стрелки на приборе, прийти к датчику, снять его кожух, и опустить катушку на полоборота. То есть, вкрутить ее. Стрелка при этом должна уклониться немного вправо. Если стрелка сместилась вправо, ну, или по часовой стрелке, если так угодно, то значит, все нормально. Возвращаем катушку на место, подняв ее на полоборота обратно, закрываем кожух датчика, подходим к прибору, и подстраиваем ноль потенциометром. Но если же стрелка сместилась влево, то тоже не беда. Меняем местами провода перечной обмотки, для того, чтобы теперь угадать позировку. Возвращаемся к датчику, устанавливаем катушку на то место, где она была, закрываем кожух, приходим к прибору, и подстраиваем ноль уже после этого. Кстати, если вот это регулировочное сопротивление в приборе уже доведено вами до конца, а стрелка на начало шкалы все равно не встала, то прежде чем идти и поднимать, или опускать катушку на датчике для грубой регулировки ноля, нужно возвратить это сопротивление в среднее положение, так, чтобы у вас был резерв вращения в ту и в другую сторону. Иначе, возможно, придется еще разок до датчика сбегать. Ладно, ноль наконец настроен. Кстати, пока мы возились, частично накопился и конденсат. Я, конечно же, говорю о том случае, когда измеряемая среда у вас так или иначе связана с парообразованием, и потому импульсные трубки должны быть заполнены конденсатом для нормальной работы датчика. Если перед вами расходомер холодной воды, то, естественно, никакого накопления конденсата ожидать не нужно. Так вот, поскольку ДМ имеет внутри полости значительного объема, то перед подключением его к импульсным линиям датчик бы желательно заполнить. Иначе весь конденсат, что успел накопиться, стечет в него. И снова придется ожидать накопления, что особенно критично в приборах уровня под конец рабочего дня. Давайте вспомним, как подключаются уровни меры к сосудам, работающим под избыточным давлением. Из этой трубки, понятное дело, вся среда не вытечет, поскольку трубка напрямую связана со столбом среды в самом сосуде. А вот в этой трубке столб набирается либо путем конденсации, либо принудительным заполнением, потому и желательно, чтобы после подключения датчика ничего отсюда в него не стекало. Ну и вот, для заполнения датчика, когда оно надо, я беру с собой пластиковую полторашку с водой. У меня-то датчики типа ДМ соприкасаются только с водой и паром воды, к счастью. И прям там по месту открываю уравнительный глапан на датчике, укладываю его на спинку и через плюсовой штуцер заполняю, пока вода не потечет из минусового. Все. Дальше протираю штуцера внутри пальцем, наматываю ленту FUM, устанавливаю датчик, накручиваю накидные гайки, затягиваю их, включаю в работу, проверяю отсутствие течи. После чего возвращаю на место разъем на датчик, если я его снова снимал. Забираю с собой инструмент, ухожу на пульт. Если нужно ожидать, пока конденсат снова не накопится, то прибор так и остается чуть выдвинутым, пока процесс этот не завершится. Если же ждать накопления конденсата не нужно, то задвигаю внутрянку прибора, закрываю дверцу, вставаю в разъем внешней коммуникации, докладываю технологам, что я закончил. Опережу тех, кто скажет, ну и возни, это сколько ж надо времени на заминутного комплекта? Мне 30 минут. Максимум 45. Сюда, конечно, не входит время накопления из конденсата, но на выполнение всех вот этих манипуляций, да, обычно минут 30-40. Я с удивлением вспоминаю, как давным-давно мы по три часа один комплект меняли, да еще и с напарником. Завершая. В целом, больше по этой парочке мудрить особо нечего. Кроме одной маленькой детали. Вообще-то, подстраивать ноль на перепадомере полагается не когда он пустой и только что вами принесен, а после того, как он был заполнен средой под рабочим давлением, уравнен и прогрет. То есть, включили мы датчик в работу, все там накопилось, прогрелось, устаканилось, после этого приходим к датчику снова, перекрываем вторичные вентиля и открываем уравнительный клапан, не сбрасывая то давление, под которым датчик обычно работает, а только лишь уравнивая его в обеих камерах. И вот только после этого ноль можно настраивать. Потому что может быть разница между пустым датчиком и датчиком, стоящим под давлением из-за несовершенства конструкции комплектов ДМКПД. О чем, кстати говоря, совершенно без стеснения указывает и инструкция на эти приборы. Сразу я об этом не упомянул, потому что свои приборы я знаю как облупленные. И мне известно, где нужно вот так вот супер критично подходить, а где нет. И вы тоже, рано или поздно, об этом узнаете. Раз уж мы тут снова вспомнили о проклятучих инструкциях, то покажу вам из одной один важный фрагмент. Он касается перепадомеров, работающих на измерении расхода. Речь идет о тех самых 30% шкалы, ниже которых доверять перепадомеру-расходомеру не положено. Вот, сами почитайте. Это из инструкции на ДМ. Весьма серьезный аргумент, которым иногда нужно пользоваться. Читайте инструкции, в них очень много эффективного оружия. Ну а на этом пока что все. Благодарю за просмотр.